Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира Личности. Сегодня я хотела бы с вами поговорить про точку безусловного ужаса и точку безусловного счастья. Мои постоянные зрители знают эти термины, я сейчас их вкратце объясню. Точка безусловного счастья — это наша мечта о самом лучшем. То есть, когда мы представляем некий оптимально положительный исход, оптимально положительное событие. Точка безусловного ужаса — это наш страх, это наше представление о самом худшем, что может произойти. Во время войны обостряются точки безусловного ужаса. Мы все с вами уже, я имею в виду украинцев, стали травматиками. Мы пережили то, что не переживали никогда. Многим из нас пришлось бросить дом. Мы потеряли бизнес, мы начали терять близких. И эти точки безусловного ужаса — шрамы на нашей душе, которые с нами останутся на всю жизнь. Нам еще придется научиться с ними жить после нашей победы. Точки безусловного ужаса, то есть воспоминания о самом кошмарном, что произошло, похожи на черные дыры, которые возникают внутри нас, и эта черная дыра, она высасывает из нас энергию. То есть наша психика постоянно рискует туда скатиться и упасть на дно и остаться там. Поэтому сейчас важно, несмотря на то, что мы пережили эти трагические ситуации, не давать себе утонуть в этой черной проруби, не дать себя ею засосать. Потому что точки безусловного ужаса, они выпивают из нас радость, выпивают из нас счастье, и они полностью парализуют нашу активность. То есть мы становимся как будто ребенком, который плотно запеленован, как муха, которая попала в паутину. Если мы будем погружены туда, наша активность парализуется, и наша личность будет сломленной. Я здесь нарисовала небольшой рисунок. Вот это наше реальное я, это то, что со мной происходит сейчас. Нижнее — это точка безусловного ужаса, куда я могу упасть. Когда формируется точка безусловного ужаса, пережитое страдание, то наша психика автоматически создаёт точку безусловного счастья. Это пространство, где это никогда не случится. На данный момент, во время войны, мы все мечтаем о том, чтобы наконец-то она закончилась. Мы все фантазируем о нашей победе, о том, что мы проснёмся и узнаем, что это всё нам приснилось. И этими колебаниями, когда мы падаем, то всё пропало, то нет, всё хорошо, мы начинаем расшатывать свою психику, пробиваем и пол, и потолок. И в этом колебании расшатывается наша нервная система. То есть для того, чтобы принять какое-то здравомыслящее решение, нам надо быть в здравом уме. Но если мы начинаем падать в ужас, в воспоминания, то есть не находимся здесь и сейчас, что конкретно со мной сейчас происходит, или же начинаем мы летать в фантазию о том, как хорошо бы, если было так, как я хочу, мы покидаем своё реальное я, которое здесь изображено синим кругом. И мы уходим в фантазийный, сказочный мир. В точке безусловного ужаса, вот, например, я как человек, который из Киева, который бомбили, которому надо было бросить дом, война разрушила мой бизнес, мой муж ушёл защищать Украину, я, как это сейчас не страшно прозвучит, должна смириться с тем, что произошло. У меня нету дома, я не знаю, будет ли стоять мой дом, потому что бомбёжки мирных городов продолжаются, я не знаю, вернётся ли мой муж, сможем ли мы быть с ним вместе, и я не знаю, смогу ли я остаться живой. Жить с этим пониманием сложно, поэтому очень важно быть вцепленным в реальность сейчас. Сейчас я сижу на полу в деревянном доме в городе Ужгороде, и сейчас, пока я жива, муж мой жив, и в мой дом не попала бомба. Важно не фантазировать о том, какой ужас может произойти, нагнетать катастрофизацию, и важно не быть в иллюзиях и в мечтаниях о том, что это никогда не случится, это никогда не произойдёт. Потому что если всё-таки это произойдёт, а я отрицала, что это может быть, я сломаюсь изнутри. Поэтому сейчас смирение и понимание, что может быть всё, что угодно, поможет сохранить нашу Личность. Я часто слышу от своих друзей из России о непонимании, почему нас русских ненавидят. И то, что отношение к россиянам будет иным, уже предупределено на многие десятилетия вперёд. В 2022 году война казалась невозможной. Как это бомбить мирные города? Как это вторгнуться полномасштабно в страну? Как это пытаться её поработить? Никто не мог подумать о том, что это возможно. Но это произошло. И наша точка безусловного ужаса, сейчас нравится это или нет россиянам, она связана именно с Россией. Потому что именно российская армия вторглась в нашу землю. И проблема в том, что мы передадим это поколением. И на многие десятилетия вперёд Россия своим вторжением в нашу страну создала точки безусловного ужаса эти чёрные воронки, которые с нами останутся навсегда. Я понимаю, что немногие россияне поддерживают эту войну. Есть те, которые против неё. Не ассоциируйте тогда себя с той ордой, которая сейчас бомбит и убивает. Поймите, что вы отдельны и не относитесь к ненависти к России, как к конкретной личной ненависти к вам. Эти точки безусловного ужаса переданы нам из поколения. Есть мои клиенты, которые боятся НКВД людей в форме, потому что их близкие были репрессированы. Есть те, которые боятся голода, потому что в Украине был голодомор, когда умирали сёлами люди. И наши предки, они передали нам это. И мы передадим своим будущим поколениям этот ужас и эту ненависть к российской армии. Нравится это или не нравится, это предопределено. Подведу итог. Итак, важно не фантазировать о том, что всё будет так, как мне хочется, потому что удар об реальность будет очень мощный. Вы можете его не пережить или сломаться. Важно не быть в тяжёлых воспоминаниях, а вытаскивать себя здесь и сейчас. Нам важно сохранить себя, быть несломленными и верить в нашу победу. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok